Отключения электроэнергии были зафиксированы в минувшие выходные в ряде районов областного центра. Причем как днем, так и ночью со всеми вытекающими последствиями в виде отключения всех бытовых приборов. Между тем, специалисты отмечают, что дело может кончиться не только развороженными в холодильнике продуктами. Когда Анастасия в пятницу вечером пришла домой и собралась приготовить ужин, ее ожидал сюрприз. Мясо размораживать уже было не надо. Мясо как бы разморозилось, поскольку оно дало много сока, воды. Я его начала доставать и, наверное, в тот момент уже оно непосредственно обратно замерзало. Поняла, что холодильник уже включился в какой-то момент, но до этого он был отключен. И таких случаев за последние несколько дней было немало по городу. На перебои в энергоснабжении жаловались и жители Южного. Причем блэкауты происходили как ночью, так и посреди белого дня. На Октябрьском проспекте дом 95, корпус 4, дом 95, корпус 3, 95, корпус 5. Вот эти дома и отключились в эти выходные. Ну, также, кроме того, были отключения там в предыдущие дни. На Можайске 81, Можайске 81, корпус 1. В муниципальном предприятии все эти перебои с энергоснабжением объясняют просто. Старение коммуникаций, что встречается в первую очередь в кварталах еще советской застройки. Тот же микрорайон Южный – классический пример. Причина повреждений – старение изоляции. То есть, повреждения в виде электрического пробоя изоляции относительно земли. Ну, своевременно устранили, перевели, потребители запитали по резервным схемам. Ну, типичное отключение в районах, где кабели пролежали уже более 40 лет. Между тем, эксперты предупреждают, что для простых жителей такие типичные для старых кварталов отключения могут обернуться не только размороженными в морозилке пельменями. Резкие скачки напряжения очень вредны для современной бытовой техники. После отключения, да, электросети, при его включении будет скачок на всех цепях управления в том числе. Поэтому ремонт потом того же телевизора, да, новых образцов, особенно вот сейчас, которые там со смарт-ТВ, потом будет выходить в копеечку. Да и суммы могут быть до стоимости телевизора в целом. Так что обладателям квартир в старых домах стоит хорошо подумать, надо ли покупать ультрасовременные телевизоры и прочую бытовую технику. Ну, разве что попытаться застраховать свои электроприборы. Ведь, судя по всему, скачки напряжения могут произойти в любой момент, там, где сетям по нескольку десятков лет.